Смотрите сегодня в выпуске. Очистку реки Сатец и вывоз мусора обсудили депутаты на очередном заседании Комитета по городскому хозяйству. Благочины Саровского округа Протеиерей Лев-Юшков осветил кресты для куполов на храм в честь Святого Праведного Иова Многострадального. Глава города Алексей Сафонов вручил семье Симаковых почетный знак «Родительская слава». Далее расскажем обо всем подробно. Расчистку реки Сатец должны завершить до конца ноября. Работу выполняет самарская компания «Флагман». Стоимость 38 миллионов. Очистку водоема контролирует Министерство экологии Нижегородской области. Представитель ведомства на этой неделе посетил Саров. Итоги визита депутаты обсудили с администрацией во время заседания Комитета по городскому хозяйству. С представителями я общался. Каких-либо замечаний на сегодня нет. Пока все идет в графике. И подрядная организация работы выполняет по очистке. Первый участок пройден. Это первый этап. Это расчистка от начала участка до моста на улице Зернова. Сейчас подрядчик работает на втором участке. От моста на Зернова до моста на Захарова. Всего таких отрезков пять. Сначала экскаватор выбирает грунт, вычищает дно, убирает стволы деревьев и металлолом. Затем все участки очистят от поросли. Грунт складируют реки, затем вывозят на полигон. В планах найти ему применение. Дальше посмотрим, как использовать этот грунт, потому что это достаточно хороший грунт с песком. Его можно и как подстилку использовать. То есть это, в общем-то, и возможная экономия в рамках выполнения тех же муниципальных контрактов. Также речь в очередной раз зашла в вывозе мусора. Недавно наш город посетил генеральный директор регионального оператора. Он встретился с представителями Думы, администрации и управляющих компаний. Текущие мусоровозы, несоблюдение графиковых задходов, уборка строительного мусора – все эти темы вызвали бурное обсуждение. Об итогах совещания депутатам рассказал Антон Ульянов. Региональный оператор продемонстрировал себя как конструктивный партнер по взаимодействию. Готовы решать, выразили готовность решать все проблемы, которые возникают на территории. Ну и также обратились и к нам с тем, чтобы мы помогли решить его проблемы. Тот же график вывоза мусора часто не соблюдают, потому что мусоровоз не может подъехать к контейнерной площадке за припаркованных автомобилей. Региональный оператор просил оказать содействие в этом вопросе. Со своей стороны он обязался починить текущие мусоровозы и заменить старые машины. Вместе с тем существуют надзорные органы, которые штрафуют регионального оператора за нарушения. Видите текущий мусоровоз? Фиксируйте. Фото, видео, что из него вытекают помои. За это предусмотрен штраф. Отправляйте в администрацию. Видите переполненные контейнеры? То же самое. Видите, что по графику мусор должен вывозиться, например, в среду вечером, а он вывозится в четверг утром, и переполненный контейнер, и видно, что вчера его не вывезли. Фиксируйте. Еще одна важная тема – вывоз строительного мусора. Мелкие отходы горожане кидают в мусоропроводы и контейнеры у дома. Крупногабаритные отходы относят в бункеры. Но строительный мусор по заявкам жителей за отдельную плату должны вывозить управляющие компании. Не надо обращаться по объявлениям в газете к специальным людям, которые этот мусор за деньги вывозят. Потому что, как правило, это компании или частные лица, которые вывозят для жителей, может быть, и за ту же сумму, но они потом его не утилизируют, как правило, должным образом, а распихивают по тем же бункерам по городу. Администрация устанавливает видеонаблюдение у контейнерных площадок, в том числе, чтобы привлекать к ответственности нарушителей, которые несанкционированно сваливают разного рода мусор в эти контейнеры. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Изначально расчистку Сатиса подрядчик планировал закончить досрочно. И пока, похоже, планы эти воплотятся в жизнь. По оценке представителя регионального министерства экологии, работы ведутся качественно и в соответствии со сроками. Положительный результат дала круглосуточные работы на реке. Экскаватор работал в две смены, поэтому такой темп позволил говорить о завершении расчистки Сатиса уже в сентябре этого года. Здесь выполнен один этап, это выше по течению, там небольшой. Здесь еще один этап выполнен. Сейчас есть определенный объем работ, которые уже подлежат оплате в том числе. То есть надо было проверить объем работы в том объеме, который здесь сделан. При расчистке реки страдает популяция рыб. Из-за повреждения экосистемы водоема их число значительно сокращается. Вопросом заинтересовалось Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство. Чтобы решить проблему, по существующим нормам нужно выпустить новые популяции в Чебоксарское водохранилище. Таким образом возместят общий ущерб рыбных запасов в водоемах страны. По их науке был выполнен расчет и воспользовался, было осуществлено в Чебоксарское водохранилище в Ротенском районе. Выпущено рыба цинкопород, стерлица, сетровая. Представители Министерства экологии обещают и дальше следить за расчисткой сатиса. На каждом этапе будут контролировать ход выполнения работ. Очередной визит гостей ожидается в следующем месяце. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Для верующих особенным праздником стало освящение крестов, которую венчают купола храма Иова Многострадального. Торжественное событие собрало прихожан и из других приходов. В совершении чина освящения благочинному Саровского округа помогали иереи города. В проповеди отец Лев напомнил собравшимся о значении символа креста, о его значимости для христианина. Крест – это наше спасение. Крест красоты Церкви, крест верных утверждений. И с тех пор, как на нем пострадал Господь наш Иисус Христос, крест из орудия позорной смерти стал знаменем спасения. Освящение крестов – один из этапов строительства нового пристроя к храму. С каждым днем количество прихожан Церкви увеличивается. Сюда приходят и родители с детьми, и молодежь. Поэтому расширение помещения храма – очень значимое событие для всего прихода. Мы храм реконструируем, расширяем его. У нас сейчас, в настоящее время, храм небольшой. Людям стоять в храме тесно. И вот после того, как храм будет увеличен, когда мы пойдем туда, а намереваемся мы войти туда в зиму, то, конечно, будет молиться более удобно в храме. Сегодня действительно такое важное событие, значимое для всего храма, для всех нас, прихожан. Потому что это как бы один из этапов открытия нашего большого будущего храма. Потому что нам маленьким было всегда уютно, по-домашнему, но он был маловат. Вот сегодняшний праздник, он такой будет запоминающий, потому что я второй раз на освящении куполов. Очень такой, значит, торжественный и немножко волнительный. После освещения купола и кресты рабочие поднимут в течение дня. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Извещение о дорожно-транспортном происшествии или Европротокол составляют тогда, когда не нужно вызывать сотрудников ГИБДД. Если произошло столкновение, в первую очередь участники аварии должны убедиться в том, что нет пострадавших. Ни один из водителей не находится в состоянии алкогольного опьянения и не лишен прав, никто не скрылся с места ДТП. Затем, если все условия соблюдены, нужно следовать простому алгоритму. Водители должны оценить обстановку, зафиксировать место ДТП, следы ДТП с помощью фото-видео фиксации. Сделать фотографии таким образом, чтобы на них четко было видно, как располагаются транспортные средства по отношению к краю проезжей части, по отношению друг к другу, по отношению к объектам дорожной инфраструктуры, перекресткам, обочинам. Только после этого машину нужно убрать проезжей части и освободить проезд. Далее участники ДТП должны обсудить все обстоятельства и выяснить, имеются ли у них разногласия в оценке случившегося. Затем водители оценивают сумму ущерба. В случае, если ущерб выше 100 тысяч, или у автомобилистов есть разногласия в оценке обстоятельств аварии, или в ДТП участвовали более двух машин, или у кого-то отсутствует страховой полис, водителям необходимо для оформления дорожно-транспортного происшествия поехать в отделение ГИБДД, при себе иметь фото или видеозаписи и схему ДТП. Сотрудник, который производит оформление ДТП, опрашивает участников дорожно-транспортного происшествия, оценивает те доказательства, которые были им представлены, те материалы, то есть схему, фотоизображение, объяснение, и уже принимает решение по каждому конкретному ДТП о степени вины того или иного участника в совершении административного правонарушения, либо в его отсутствии. Если же ехать в ГИБДД не нужно, участникам ДТП необходимо заполнить извещение о дорожно-транспортном происшествии. Этот бланк, как правило, выдают страховой компании при заключении договора ОСАГО. Европротокол водители всегда должны возить с собой. После заполнения обоими участниками аварии извещение необходимо подать в страховую компанию для получения возмещения. Подробнее об оформлении Европротокола смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров24 или на нашем канале в Ютубе. Екатерина Апенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров24. Вручаю вам почетный знак «Родительская слава». Бесспорно вы его достойны, потому что, ознакомившись с теми результатами, которые действительно вы с своей семьей достигли, вызывает огромное у меня уважение, огромное понимание, хорошую, светлую зависть. Семья Симаковых образовалась в 1988 году. За 33 года совместной жизни Елена Валерьевна и Владимир Геннадьевич воспитали двух дочерей – Ксению и Инну, которые благодаря поддержке родителей смогли добиться успехов в учебе, спорте и других сферах. Владимир Симаков считает, что именно достижения дочерей помогли получить почетный знак «Родительская слава». Конкурс «Родительская слава». Он скорее посвящен достижениям не родителей, а детей. То есть у нас две дочери, за их достижения, в общем-то, это и был победой в этом конкурсе, их достижения. Владимир Геннадьевич помогал дочерям в учебе, а Елена Валерьевна отвечала за творческие и спортивные увлечения девочек. Старшая дочь Ксении с детства играла на фортепиано и с годами не утратила любовь к музыке. А сейчас помогает уже своей дочери освоить игру на скрипке. Младшую дочь Инну родители решили отдать в лыжную секцию. Под руководством Елены и Николая Седовых Инна была многократным победителем и призером соревнований различного уровня. Поступив в МГУ, девушка не забросила спорт и продолжает добиваться новых успехов. Лыжный спорт, он же очень разносторонний без спорта. Там и бег, и роллеры, и лыжи. И вот сейчас еще добавляется, у нас дочка сейчас еще и плавает. И вот у нас вчера она в Суздале заняла на трейле третье место. Вот, на 20 километрах. Ну, то есть разными видами спорта она занимается. По словам супругов, секретом успешного воспитания детей они считают заботу, разделение интересов и понимание. Удаленка – это не про них. Обеспечить безопасность детских садов, школ, торговых центров можно только непосредственно, находясь на месте событий, внимательно осматривая все помещения и подмечая детали. Эта работа требует внимательности, сосредоточенности и знания всех необходимых нормативно-правовых актов. Но именно такая скрупулезность и принципиальность помогает защитить жизни людей и не дать случиться пожарам. За профилактику возгорания отвечают сотрудники пожарного надзора. По объектам проверка где-то в среднем у нас проверяется в год от, ну, около 100 объектов защиты, значит, разные категории, то есть это и садики, и школы, и магазины. Повышенное внимание уделяют объектам с массовым пребыванием людей. График плановых проверок составляют заранее. Есть и внеплановые проверки, во время которых сотрудники пожарного надзора контролируют устранение нарушений, выявленных ранее, или работают по обращениям граждан. Очень часто происходит нарушение именно когда объект, значит, функционирует, что-то там внутри захотели поменять, какие-то перегородки, еще что-то, и получается так, что не зная об этом, то есть нарушили требования пожарной безопасности. Если это выявилось, например, уже в период проведения проверки, то придется нести административную ответственность за данное нарушение. Один из важных аспектов работы сотрудников пожарного надзора – расследование причин пожаров. В среднем в год происходит 40-45 возгораний. Дознаватели осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и собственников сгоревших помещений. За электрики, может быть, потом при неосторожном обращении с огнем, также неосторожность при курении. Большинство у нас в этом году, по статистике у нас в большей степени, это неосторожность при курении. То есть люди, которые употребляют спиртные напитки, курят в помещениях дома, в квартирах, и из-за этого потом ложатся спать, и из-за этого получается возгорание. Проводят сотрудники пожарного надзора и профилактические мероприятия. Время действия на территории Сарова особого противопожарного режима они часто патрулируют садоводческие товарищества и леса, объясняя горожанам основные требования пожарной безопасности. От лица руководства и личного состава пожарной охраны поздравляем всех ветеранов, стоявших у истоков создания Федерального государственного пожарного надзора. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и нескончаемой энергии. Спасибо вам за огромный вклад в обеспечение пожарной безопасности охраняемого объекта. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Впервые в Саров Федор Подгорный попал в августе 1955 года. В неизвестный тогда городок Москва-Центр-300 его направили работать в составе группы молодых специалистов. Трудовая биография Федора Поликарповича огромна. Он работал инженером, главным механиком, старшим инженером, руководителем службы охраны труда и техники безопасности. По словам юбиляра, он отдал работе большую часть своей жизни и совсем не жалеет об этом. Я очень благодарен судьбе, что я попал в этот прекрасный город и прекрасное предприятие, где я проработал 52 года. Все просто уважали друг друга, трудились и днем, и ночью так, как нужно было в стране. Мы сделали большое дело. Самым главным успехом и богатством Федор Поликарпович считает свою большую семью. Его дети и внуки также решили связать свою жизнь с работой в Овнеев. По подсчетам родных, общий трудовой стаж семьи в ядерном центре составляет 234 года. Мы с Анной Романовой организовали очень большую семью. У нас есть два сына женатых, четыре внука, двое правнуков. Вот мы все богатства. Федор Подгорный сердечно отблагодарил всех, кто пришел поздравить его с юбилеем. Он очень рад, что друзья и родственники не забывают о них с супругой. Всегда поддерживают и помогают. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Работали, естественно, в костюмах, вот в эту жару. И до сих пор работаем в масках, в респираторах. Это очень тяжело. Пить не пить, не есть ничего, нельзя. В основном такие высокие пятые этажи. То есть вот с чемоданом, со всеми медикаментами поднимались пациенты, наблюдали их ежедневно. Практически полгода Елена Сафронова отработала в ковидной бригаде. Навещала пациентов на дому, брала анализы, измеряла давление и сатурацию. В нормальной, до коронавирусной жизни она занималась административной работой. В обязанности старшей медицинской сестры входит заполнение графиков работы, введение учета табелей рабочего времени сотрудников отделения, соблюдение санопетрорежима, своевременная расстановка кадров. Сейчас активно идет вакцинация. В день прививку делают несколько сотен горожан. Каждого из них перед уколом направляют на осмотр. К вакцинации привлекли и узких специалистов, и административный персонал. Елена, выполнив дела, помогает врачу принимать пациентов, приходящих на прививку. Все время приходится работать в стрессовой ситуации. Таких нагрузок еще никогда не было. Приходится работать в удвоенном и, наверное, даже в утройном режиме. Замечаю отсутствующих. Мы все люди, медики тоже люди, поэтому тоже заболевают. Самое большое желание медика, чтобы пандемия быстрее закончилась, и мы все вернулись к привычному кладу жизни. Руководство КП-50 отметило работу Елены. Ее фотографии теперь украшают доску почета работников клинической больницы. Екатерина Пенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. До 20 сентября в России должна начаться вакцинация подростков. Исследования, адаптированные для детей вакцины «Спутник ВИП», показали, что температура поднялась лишь у двух из ста испытуемых. Решение о вакцинации будет принято только после полноценных клинических исследований, заверенного уполномоченной при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой. Согласие на прививку будет дано только родителями. И мы решили узнать в Суровчан, дадут ли они согласие на прививку своим детям. Пока что нет, пока что не очень доверяю. Сами сделали, сами привились, потому что уезжаем в отпуск. Если помогает, то нужна, а если не помогает, то... А кто докажет, что помогает и как доказать? Никто однозначно не может ничего сказать. Я считаю, что надо, чтобы не болели. Пока не проверят, лучше не делать. Это не исследована вакцина, детям колоть нельзя. Сначала надо проверить на взрослых. Не знаю, наверное, нужно. Вы бы своим детям дали согласие на прививку? Да, бы. Если есть такие прививки для детей, то, наверное, надо. Я рожден в СССР, прививку делали всем. Я думаю, раз президент появился, значит, все нормально. Мнения о прошенных разделились. Кто-то считает, что делать прививку нужно, но стоит дождаться окончания клинических исследований. Вторая половина категорически против вакцинации детей. Летом, когда солнце активно, как никогда, дети проводят много времени на улице. Жара и сухой воздух несут серьезную нагрузку для организма. Дети наиболее подвержены тепловому и солнечному удару. Поэтому взрослым нужно быть особенно бдительными и запомнить несложные правила. Одевать ребенка в просторную одежду, светлых тонов, желательно из натуральных тканей. Ношение головного убора обязательно. Протирать влажными салфетками лицо и ладошки ребенка. Почаще поить водичкой, не гулять с 12 до 16. И пища должна быть легкой. Чтобы оказать своевременную помощь, взрослым нужно знать первые признаки теплового удара. Ребенок становится апатичным, вялым, часто плачет. Лицо краснеет, а потом становится бледным. Наблюдается сухость губ и покраснение глаз. Возможно повышение температуры. При особо тяжелых случаях ребенок теряет сознание. В этих ситуациях нужно действовать быстро и решительно. Раздить, распеленать, положить на горизонтальную поверхность. Ножки положить на подушку или валик. На лоб холодное, прохладное, мокрое полотенце. И если есть рвота, то голову на бок. Поить почаще питьевой водичкой маленькими глоточками. При необходимости вызвать скорую помощь. Детская кожа очень восприимчива к солнцу. Поэтому есть риск получить солнечный ожог. Чтобы его предотвратить, нужно использовать специальные детские средства с высоким фактором защиты. Не стоит также укрывать малышей в коляске плотными одеялами и пеленками. И самое главное в жару для любого возраста – соблюдать питьевой режим и не выходить на улицу в часы активного солнца с 12 до 16 часов. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. На профильную смену «Наше дело» Владислав Храмушев впервые попал в 16 лет. До этого молодой человек не был в лагерях, и ему стало интересно попробовать для себя что-то новое. Больше всего Владислав заинтересовала возможность познакомиться с новыми интересными людьми и вместе с ними создать полезный для города проект. По словам активиста, у него еще много идей для проектов, которые он надеется реализовать. Преимущество снова заключается в этом, потому что появляются новые знакомые, новые общения, какие-то интересы. Что-то вы начинаете делать с этими людьми. Если проект создаете, общая тема у вас есть еще. Каждый год организаторы выбирают актуальную тему, которой будет посвящена смене. В этом году выбрали волонтерство и разделили его на три направления. Культурное волонтерство, событийное волонтерство и медиа-волонтерство. Чтобы участники смены смогли выбрать то направление, которое им по душе. Стоит отметить, что последний год, можно уже говорить даже полтора года, волонтерство становится одним из самых важных направлений в обществе. Общественной деятельности, социально значимой деятельности. Мы понимаем, по каким причинам. То есть ковидное пространство, локдаун и вся наша новая реальность показала нам, что без волонтеров мы не можем. Традиционно смена длится 10 дней. За это время педагоги и приглашенные спикеры помогут участникам смены в создании уникальных проектов. Цель каждого проекта – получить грант на реализацию, чтобы сделать наш город чуточку лучше. Мы будем давать как можно больше теоретических и практических знаний желающим вот в эту грантовую систему окунуться с головой. Потому что стоит только один раз увидеть на своей почте обратную связь от организаторов, что ваш проект выиграл президентский грант. Мурашки бьют по всему телу, ты четко понимаешь, что я вот это старался, я это отписывал, я это делал, я эту идею несколько лет вынашивал. И вот, пожалуйста, она получила реальную финансовую поддержку. И она реально будет реализована в нашем городе. Стать участником профильной смены могут все желающие от 16 до 23 лет. Те, кто хочет самостоятельно выбрать направление волонтерства, могут заполнить анкету участника профильной смены в группе ВКонтакте «Саров молодежь». Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Опыт выезда за границу для задоринок был впервые. Особой гордостью для коллектива стало представление России на Большом международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Никто из участниц и не мечтал о гран-при, но упорный труд и талант девушек сделали свое дело, и саровчане стали лучшими из лучших в танцевальном искусстве. Сначала мы прошли национальный отбор, который был организован в Москве при посольстве Беларусь. И как победители этого проекта мы поехали представлять Российскую Федерацию бесплатно. Нас пригласила Республика Беларусь, и мы имели такую честь танцевать за нашу страну. Танец «Черный ворон», который студия представила на фестивале, повествует о судьбе русской женщины, о ее силе духа и стойкости. Постановка покорила зрителей и членов жюри необыкновенной глубиной и зрелостью чувств. Несмотря на юный возраст, девушки исполнили танец трепетно и проникновенно. Это такой номер, который, мне кажется, тронет за душу любого зрителя, даже самого жесткого критика. И, конечно, очень хочется, чтобы этот номер танцевал как можно больше на саровской сцене, чтобы наши саровчане посмотрели этот шедевр, прониклись. Победа на танцевальном проекте «Дрим Дэнс Фест» в рамках фестиваля вызвала участниц бурю эмоций. Слезы счастья, восторг и искренняя радость. Все чувства девушек не передать словами. Это было грандиозно. Конечно же, мне очень сильно понравилось, потому что это такой уровень, когда мы поехали именно на международный конкурс в другую страну. Церемония награждения. Это невероятные эмоции, это незабываемые. Когда ты стоишь, даже не ожидаешь, даже не думаешь о том, что ты можешь выиграть на таком уровне, на таком конкурсе. У Задоринок большие творческие планы. Девушки прошли отборочный тур по программе Ассоциации ЮНЕСКО. Теперь коллектив ждут на конкурсе в Париже. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Большой баннер с портретом Маяковского встречает каждого читателя в холле библиотеки. Оригинальный, эпатажный, брутальный. Таким поэта запомнили читатели и мировая литература. Владимира Маяковского можно назвать человеком-оркестром. Он был не только крупнейшим поэтом 20 века, но и драматургом, киносценаристом, режиссером, актером, художником. Все творчество Владимира Владимировича было устремлено в будущее. Поэтому сейчас поэт как никогда понятен и близок к современному человеку. Библиотека имени Маяковского проводит большую работу, чтобы сохранить память о личности поэта. С 1963 года, с времени присвоения библиотеки имени Владимира Маяковского, сотрудники занимаются активной пропагандой его жизни и творчества. Проводятся выставки и различные массовые мероприятия, литературные вечера, вечера поэзии, маяковские чтения, которые привлекали достаточно большую аудиторию наших горожан. Коллектив библиотеки всегда творчески подходит к событиям, которые посвящены Маяковскому. Наиболее яркие и масштабные мероприятия были подготовлены к юбилею поэта. Сегодня к 128-летию Владимира Маяковского сотрудники библиотеки подготовили в читальном зале книжную выставку под названием «Я знаю силу слов, я знаю слов на БАД». Здесь представлены книги, которые раскрывают уникальность и многогранность этого удивительного человека. Библиотека имени Маяковского предоставляет всем желающим достаточно обширный список, по которому мы можем познакомить наших читателей с личностью Владимира Владимировича и его изумительным талантом, который раскрывается с новой силой для читателей 21 века. Выставка книг будет представлена в читальном зале до конца августа. Также на сайте библиотеки создан специальный раздел «Маяковский», в котором пользователи могут познакомиться с биографией поэта и списком его произведений. Глеб Данилов приходит на памп-трек каждый день, чтобы покататься на велосипеде. По словам юноши, ему нравится здесь заниматься, потому что трек несложный и безопасный. Глеб очень расстроен, что ребята, которые так же, как и он, приходят покататься на памп-трек, не ценят труд тех, кто его построил, и портят площадку разными надписями. Кто-то делал этот трек, а ребята разрисовывали. Ну и кто делал этот трек, может быть, обидно. Леонид Потехин впервые пришел на памп-трек, когда его уже изрисовали. По словам юноши, это хороший спортивный объект для тех, кому нравится кататься на велосипедах, самокатах и роликах. Леониду очень обидно, что люди, которые придут сюда впервые, как и он, увидят не новую красивую площадку, а чье-то неуместное творчество. А если кто-то это делает, и ты изрисовываешь, то получается тому же человеку обидно. И получается, надо поставить себя в это положение и больше так не делать. Эксплуатацию памп-трек сдали меньше года назад. Новый спортивный объект сразу стал точкой притяжения для тех, у кого есть велосипед, ролики, скейтборд или самокат. Но, к сожалению, в изначальном состоянии памп-трек продержался недолго. Срок довольно-таки маленький. Памп-трек был в хорошем состоянии, то есть совершенно новые мафы были поставлены, конструкция. И вот через год мы можем наблюдать, какие изменения здесь произошли. Новые мафы были покрашены в шоколадный цвет. Но вернуть изначальный вид объектов сотрудникам лыжной базы не удалось. Белые надписи ничем не оттирались. То, что от нас зависело. Мы, конечно, попытались все эти надписи удалить, но, естественно, растворителем мы не смогли это удалить. Пришлось, соответственно, и скамейку, и информационную доску закрасить. В таком виде площадка тоже продержалась недолго. Уже на следующий день на закрашенной информационной доске появились новые надписи. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ-24. Геннадия Фатина на лыжах научили кататься родители. Юноше очень понравилось это занятие, и он решил пойти в лыжную секцию. Из всего разнообразия форматов тренировок Геннадий предпочитает кросс. Потому что он повышает выносливость и укрепляет мышцы. У нас кросс, роллеры, классические роллеры, коньковые, лыжи, велосипед и походы. Мне нравится кросс, потому что он всегда на свежем воздухе. Мы гуляем по свежему воздуху, знакомимся с природой. Дарья Веденькина пришла в лыжную секцию три года назад. По словам девочки, больше всего она любит летние тренировки на классических лыжероллерах. Потому что на них можно кататься с горок и научиться правильной технике. Мы катаемся внизу, и мне очень нравится то, что меня пускают на горки. То есть на первую, на вторую петлю, на третью. Дарья Зюзяева занимается в секции уже шесть лет. За это время девушка научилась технике лыжного хода. Приобрела скоростную выносливость и участвовала в различных соревнованиях. Самыми важными элементами подготовки для лыжника летом Дарья считает кросс и лыжероллеры. В бегу развивается скорость, и на лыжероллерах скорость и техника. В лыжной секции ребят ждут разнообразные тренировки. Для каждого воспитанника подбирают индивидуальную нагрузку в зависимости от возраста и физических возможностей. По словам тренеров, научиться кататься на лыжах и добиться спортивных успехов может каждый. У нас ребята приходят, и то мы, профессионалы, и то не можем сказать, что вот он будет обязательно лыжником. Но, тем не менее, если ваш ребенок бегает, ему нравится бегать, если он катается на лыжах, ну, конечно, у нас больше выносливость. Если ребенок может долго бегать, то это к нам. Если ребенок не умеет кататься на лыжах, то тренеры научат его базовым навыкам и поставят технику лыжного хода. В этом году в группу начальной подготовки ребят ждут Седова Елена Сергеевна, Шаров Павел Николаевич и Смещук Ирина Валентиновна.